Гармонично сочетающих семью и личное развитие. Вы знаете, в принципе, сочетать семью и личное развитие, это возможно, но это сложно. И гармонично сочетать, это еще сложнее в условиях российских реалий. Дискриминации на работе. Да. Как мы вчера с тобой рассуждали? Когда причина этого, когда женщина не бьет на работу, в 18, что говорят, когда тебя у нас? Ну да, это такой уже стереотипный, такой бородатый анекдот, наверное, что когда тебе в 18 тебя не берут на работу, потому что у тебя нет опыта работы. Что ты можешь знать, чтобы девчонка вообще? В 25 тебя не берут на работу, потому что ты сейчас пойдешь на работу и сразу же уйдешь в декрет. В 30 тебя не берут маленький ребенок. Ты по больничной будешь только бегать. Как только выйдешь на работу, ты сразу же сядешь на больничный. А в 35 тебя не берут на работу, потому что тебе уже 35, а опыта работы у тебя нет. Гениально. Такая гармония возможна только при взаимном уважении и понимании, что мужчина и женщина равны. Но каждый мужчина и каждая женщина уникальны и имеют свои сильные качества и слабые. Кто-то больше, кто-то меньше. Знаешь, мне так нравится, когда люди прописаны местами, начинают мир у мир. Спасибо, что она нам сказала, потому что мы, конечно же, не знали, что все люди разные. Дело даже не в этом. Меня смущает, как у девушки Инны, как у молодой женщины Инны, художницы, между прочим, сочетается все в одном письме. Она нам говорит про веды, она нам говорит про уважение женщин в ОАЭ, в Китае, и при этом тут же, вот буквально в следующем абзаце, она пишет про то, что мужчина и женщина равны. Ну вот так. Я не совсем улавливаю, как вообще это. А мне очень нравятся аргументы прописными истинами, знаешь? Аргументы, да, ну нет, я на это даже не обращаю внимания, как бы, ну, прописные истинные, они же истинные хотя бы. Так. Ваше видео пропитано обидой, Маша, пропитано твое видео. Личной. Безусловно, что в Инстаграме популярны красивые девушки, женщины, которые демонстрируют свои тела и гениталии. Вот на что я обижаюсь-то. На гениталии в Инстаграме. Тебе же так хотелось их показать, но вот, видимо, нечего показать, и поэтому ты обиделась. У меня их нету. Да. Я показала, но нету. Ну нету, вот так сложилось. Поэтому, конечно же, когда у самой-то нету, обижаюсь, что у кого-то есть. Да, конечно, рыдаю по вечерам. Да. Ты держись. Да, меня возмущает такое неуважение к женскому телу, как к виду продукта. Так. Как к продукту, наверное, да? Ну да. Но иногда я получаю эстетическое удовольствие от действительно красивых фото. Я, к сожалению, не умею получать эстетическое удовольствие, поэтому мне трудно понять. Ну, я рада, что она объяснила мне, что такое бывает. Ну, тут либо вы, либо вас возмущает, либо вы получаете удовольствие. Ну, там сложно все. Я не спорю, я не спорю, как бы, да, то, что существуют красивые снимки в стиле в эротическом, да, стиле. Опять же, опять же, да, они красивые, но это все отношение, подразумевает отношение к женщине, как к товару. Да. Товар может быть тоже, женские прокладки можно в красивую упаковку завернуть. Да. И больше будут покупать, кстати. Да. Так, мы теряем солнце. А с другой стороны, у вас, как и у меня, как и у каждого, есть право выбора, смотреть или не смотреть данный контент, информацию. Опять пошли прописные эстины. Так мы, Маша об этом и говорила. А зачем смотреть видео, когда можно самому что-то написать? Ну, да. Зачем? Зачем слушать-то все это? Я просто не вижу... Потому что там видео на 30 минут еще слушать все это. Я не вижу противоречий в Машином видео и в том, что пишет девушка, что у каждого есть право выбора. Ну, да. Да. Мария, ключевое слово принуждают. Вот, Господи, я не пойму, где она увидит, о чем она говорит? Где Маша в своем видео говорит, что к чему-то принуждают? Не знаю. Там вообще гениальное предложение про принуждение, что-то такое. В этом случае мы имеем дело с преступлением, что случается в обществе в силу его устройства. Подожди, давайте пытаемся найти поближайшее, скажем, сказуемое. Принуждение... Ключевое слово принуждают. В этом случае мы имеем дело с преступлением, что случается в обществе в силу его устройства. То есть принуждение, в принципе, возможно в обществе с тоталитарным, с режимом диктата. Но тогда это не является преступлением. Тогда это не является преступлением. Потому что авторитарное устройство общества, оно подразумевает в своей структуре принуждение. Принуждение, конечно. И это не является преступлением. Если мы говорим про преступление, про ту модель общества, где принуждение является преступлением. Но это, во-первых, случается в любом обществе, но в обществах, в которых это является преступлением, за это наказывают. Что, в общем-то, сейчас и, слава богу, чуть-чуть, но кое-где происходит. Но от каждого из нас зависит, что происходит в жизни, потому что выбор за нами. Конечно, когда тебя затощили в кусты и изнасиловали трое, это твоя вина. Зачем пошла по дороге? Зачем одела короткую юбку? Конечно. Зачем сказала, отстаньте? Надо было сразу соглашаться. Если бы ты пошла в паранже, тебя бы не изнасиловали? Конечно. Зачем? Это личный выбор каждый? Да. Зачем ты встала из кровати и вышла из дома? Это твой выбор был выходить из дома. Не надо тут теперь. Выбор смотреть-не смотреть, вдохновлять-не вдохновлять, работать-не работать, быть свободной, быть в отношениях, но Маша ведь об этом и говорила. Я так рада, что она как-то через отрицание говорит то же самое. Но всё-таки приходит к этой мысли. Да, приходит к этой мысли. Но ведь Маша об этом и говорила. В чём претензии, я не понимаю. Будьте счастливы и не завидуйте, пожалуйста. Делайте видео о гардеробе, у вас это хорошо получается. Девушка, вы нормальный человек, простите. Она вот только сейчас нам говорила. Про толерантность это самое главное. Чего вы пристали к ведам? Что вы говорите или что-нибудь делать? Самое главное, это позволять людям делать то, что они хотят. Поэтому заткнула рот и пошла борщи варить. Про тряпки разговаривай. Не говори про то, в чём не разбираешься. Тут мне нравится, я говорю, человек воюет за толерантность. И сразу же в одном предложении говорит, что я должен заткнуть рот и пустить снимать про тряпки. Обзац до конца, потому что потом нам придётся возвращаться. Будьте счастливы и не завидуйте, пожалуйста. Делайте видео о гардеробе, у вас это хорошо получается. Только не вставляйте так часто английские слова. Некоторые вы произносите неправильно. Это выглядит неуместно. Либо вы учите, наконец, уже язык. Либо полностью... И говорите на английском, либо полностью на русском. Возможно, вы хотите произвести впечатление на необразованную аудиторию. Но поверьте, для знающих язык... У меня там образованных нет. Откуда у тебя? Что там про знающих язык? Мне так нравится, как она ещё и по аудитории тоже проехалась. Да. Заодно. Либо вы учите язык и говорите на английском, либо полностью на русском. Возможно, вы хотите произвести впечатление на необразованную аудиторию. Но поверьте, для знающих язык вы коверкаете. Выходит некрасиво, безобразно. То, что я не отметила просто в самом начале, на этом надо было заострить внимание, девушка в принципе, в принципе, она всё уже, весь свой комментарий она объяснила в первом предложении, когда она написала, что она случайно зашла на канал. Вот это было ключевое, на самом деле, во всём её комментарий. Уважаемая Инна, я сейчас просто вот позволю себе сказать за Машу. Маша человек, который живёт уже сколько, пятнадцать, десять? Более десяти. Более десяти лет. Живёт в Соединённых Штатах Америки. Она свободно говорит на английском языке каждый божий день. Каждый божий день она говорит на английском, она его знает свободно. Она получила степень PHD на английском языке. PHD – это три буквы. Не коверкой английский язык. Боже мой. Прошу прощения. Больно слушать. Прошу прощения. PHD для, я сейчас объясняю, для тех… Для высокообразованных объяснений. Для высокообразованных, да. Потому что необразованные знают, что такое. На моём канале те, кто необразованные, знают, что такое PHD. Да. Вот для тех, кто образован, сейчас объясняю, что PHD – это по-русски доктор наук. Так вот, Маша – доктор наук. Ну, вот понимаете, что сейчас вот ваш комментарий выглядит глуповато. В целом, и это видео про отношения тоже имеет целью произвести впечатление в коммерческих целях. Ты почему мне врала, что твои видео не приносят тебе прибыль? Ты знаешь, сколько я миллионов сделала на этом? Ты знаешь, сколько я денег заработала на этом? Маша с тобой тридцать лет. Привела её в парк, посадила на скамейку, вместо того, чтобы бриться, сидеть. Оказывается, все твои видео… Праздновать наши миллионы, сделанные на этом видео. Все твои видео в коммерческих целях созданы. Вот так, да. Маша. Хороший заработок, хороший, я тебе скажу. Ты меня разочаровала. Ну, дай ты мне сначала хоть английский выучить. Ну, не всё-таки всё сразу. А, имея целью произвести впечатление в коммерческих целях на необразованную аудиторию женщин. Вы играете с их чувствами обиды по той или иной причине, личной причине на мужчин. Вот я сейчас прошу всех Машиных подписчиков не обижаться. То, что их назвали необразованной аудиторией. Особенно мужчины, не обижайтесь, что вас назвали необразованной аудиторией. У меня, кстати, на болтологии 30% смотрят мужчины. Ребята, не обижайтесь, что вас назвали необразованной женщиной. Тут только вот понять и простить. Оставьте это. Будьте счастливы, самодостаточны. Будь, Маша, самодостаточна. Ты ещё недостаточно самодостаточна. Через минет, в смысле? Или женским путём? Я ещё не поняла, пока как. Как один из способов достижения самодостаточности, безусловно. Хорошо, что она хотя бы мне дала полезный совет. Не завидовать. Не старайтесь произвести впечатление. Будьте настоящи. Будьте настоящи, да. Мне нравится, что человек великодушный. Не сноб, снисходитель на себя не ведёт. На корону на себя не одевает. Это очень конструктивный комментарий. Там всё по делу. Да. Каждое буквально предложение, оно чёткое. Всё сразу понятно. Всё конструктивно. Всё только по делу. Видно, что человек просмотрел все твои видео, проанализировал твоё... Знает твою жизненную позицию, знает, какое у тебя образование, знает, насколько ты владеешь английским языком, знает, где ты живёшь и чем ты занимаешься. То есть человек полностью владеет ситуацией и пишет тебе конструктивную критику. А ты вместо того, чтобы сейчас вот смеяться и в принципе записывать вот это видео, разбор вот этого комментария, ты должна бы прислушаться к умному человеку, который образованнее тебя, я уверена. Ведь она инженер-экономист, художник. И буддист. И переводчик с английского языка. А самое главное, что свободная от всего этого время, занимается историковедением восточным. Понимаешь? Так что ты вместо того, чтобы сейчас вот здесь вот иронизировать, ты бы прислушалась к тому, что умные люди говорят. Действительно. Маша, понимаешь, твоя самонадеянность, она идёт не от большого ума. Ты когда-то говоришь, я не могу. Она, между прочим, профессиональный трой. Ну не надо меня так. Мне тяжело с тобой соревноваться. Ты бы прислушалась к тому, что говорят. Я прислушаюсь. Понимаешь? Я обещаю. Саморазвитие. Через служение. Вообще. Нет, сейчас не об этом. Становление личности, оно происходит, когда ты прислушиваешься к тому, когда тебе люди мудрые, умные говорят разумные вещи. Да. Жизненно утверждающие вещи. Жизненно утверждающие. Это важно. И твоя вот эта вот ирония твоя, она неуместна. Понимаешь? Конечно. А я думала, я шутила. Нет, Маша, ты не шутила. Не смешно. Ты сейчас вот на аудиторию демонстрировала свои комплексы, свою неуверенность в себе. А простоволосилась. А простоволосилась, конечно. Всю свою обиду на мужчин ты вылила вот сейчас вот, понимаешь? Которых у меня никогда не было, честно говоря. Я же не знаю, о чем я говорю. Безусловно. Что-то могу понимать этих мужчин. Безусловно. Как ты можешь разбираться в том, что не знаешь? Не знаю. Не знаю. Ты не изучала этот вопрос. Я сейчас после зуба ищу. Я раскаиваюсь. Нет, я на весь YouTube скажу. Вы знаете, мне очень стыдно. Очень. Я раскаиваюсь. И обещаю, что мы по этому поводу сегодня в Берлине выпьем минимум бутылку вина. Начнем работать над этим. Да. Да, обещаю. Все-таки со мной профессор по конструктивной критике из Германии. Понимаете? Я думаю, что шансы есть. Насчет уроков Минета я не уверена сегодня. Но по бутылке вина и насчет моих комплексов мы обязательно пройдемся. Я вам обещаю, я возьмусь. Я возьмусь за себя. Ну и, конечно же, за английский. Надо с чего-то начинать. С чего-то надо начинать, да. Без этого никуда. Как ты вообще выживала все эти годы в Америке, не зная английский язык? Ты на руках приходишь, говоришь. Я не знаю английский язык, я не знаю. Тути! Говорю, что надо? Говорю, что надо? Че приперся? И все нормально. Так и докторскую так же дали. Конечно. Конечно, я пришла, нобычила там и все. Все просто. Ну что же, надеюсь, вам понравилось это видео. Ни один берлинский кролик не пострадал в нем. Только эгоизм некоторых блогеров. Все-таки, скажите, хоть благодарность человеку поставила меня на место. Помогла как-то немножко. Ну, чем могла? Я обязательно проведу с ней еще дополнительную работу сегодня. Проведи, пожалуйста. Обещаю. На пол-литра где-то лучше. Обещаю. Я и Инне, автору данного комментария, я лично клянусь. Проследит. Прослежу. Спасибо. Она больше не будет говорить о том, о чем она не знает? Не, ни в коем случае что. Нет. Только, только гардеробчик. Гардеробчик, косметика. Это твое, Маша. Не надо выпендриваться вот это все. Вот о том, о чем знаешь, о том и говори. Правильно. И вам мы того же желаем. Спасибо большое за внимание. Если вам понравилось это видео, поставьте пальчики вверх. Заходите к Ане в Инстаграм, посмотрите ее репортажи из Германии. Она там пишет не только про Германию, но и вот про, кстати, очень много про женские тренинги у тебя до времени было. Было. Там профессор по конструктивной критике. Вы уже понимаете. Человек перлы выдает в каждом. Там все правда. Все. Все абсолютно правда. Вот все, что мы сейчас сказали, это тоже все правда. Если вам понравилось это видео, если хотите, чтобы мы еще что-то вместе сняли, то пишите комментарии, что-нибудь придумаем. Все, что-нибудь придумаем. Пока-пока. Пока-пока.